В духовном центре при храме Иоанна Кронштадтского витает ароматный запах свежей выпечки. Третий день мастерицы готовят пирожки. Внутри начинки из капусты, картошки, яиц для любителей сладкого, творога и повидла. За день успевают напечь несколько сотен пирожков. После остывания угощение отправляется в морозилку. Всё это для тех, кто находится в зоне специальной военной операции. Здесь не умещается. Вот в этом холодильнике ещё у нас есть. Ну, где-то заготовили здесь 650. И вот ещё сегодня сейчас сделаем свежее, горячее штук, 250 ещё сделаем. Так что надеемся, что наши солдаты, наши воины будут довольны. Они вспомнят домашнюю пищу. Они вспомнят, скажут, вот как бабушка, мама там пекла. Это не единственное, что делают при храме своими руками для бойцов. Не так давно здесь начали заливать окопные свечи. Их используют в походных условиях. Технологии приготовления проста. В консервную банку укладывают картон и заливают воском или парафином. Затем нужно несколько часов, чтобы свеча застыла. Второй раз мы отправляем им окопные свечи, которые сейчас там очень востребованы. Особенно вот в такие холода. Потому что днём топить буржуйку нельзя. Могут по дыму костра, по дыму буржуйки, могут определить место расположения наших бойцов. А эта вот свеча окопная, она горит два с половиной, три с половиной, четыре часа она горит. В принципе, на нём можно сварить суп, чай вскипятить, тушёнку разогреть, руки погреть, что-то посушить, можно посушить. И она и свет даёт, и тепло даёт. И дай бог, чтобы они вот эти свечи помогли для наших бойцов, и чтобы и душу, и тело согревали. Прихожане поддержали идею. Они стали приносить пустые консервные банки, так необходимые при изготовлении свечей. А помимо этого тушёнку, каши, мясные тефтели, плов, рыбные консервы, сгущённое молоко, чай, кофе и мёд. Ещё бойцам передали домашнее сливочное масло, творог и сыр. Всё из натуральных ингредиентов. А помимо продуктов в коробки и пакеты сложили лекарства и вещи. Вот всё собираем здесь. Пускай, чтобы они там не замёрли, бедненькие. А то там сейчас ходи, холодно стало. Давай, конечно, скидай, что это. Ждём. Ждём, дай бог им всем там здоровья. Общими усилиями прихожане позаботились о том, чтобы бойцы были сыты и тепло одеты. В посылки положили носки, в том числе шерстяные, ручной работы. В каждом пакетике тёплые слова и добрые пожелания. Вокруг очень много неразнодушных и отзывчивых людей. Поэтому, слава богу. Вы сами видели, сколько за столь короткое время, буквально за последнее время собрали. Последняя отправка у нас была где-то, наверное, перед Новым годом. Да, перед Новым годом, вот за этот период, видите, опять сколько всего собрали. Десять дней прошло. Более 600 пирожков, около 350 окопных свечей и десятки коробок с продуктами и теплыми вещами отправили в зону специальной военной операции. Собирать посылки в храме будут и дальше. Уже привезли материал для очередной партии свечей. Для полноценной работы не хватает только консервных банок. В храме Иоанна Кронштадтского на солнечной будут им очень рады. Кроме того, бойца можно передать и теплые вещи. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости.